Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с председателем Магаданской городской думы Сергеем Смирновым. Сергей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! На днях прошло заседание Магаданской городской думы и депутаты внесли изменения в городской устав относительно индивидуального жилищного строительства. Расскажите об этом. Эти изменения связаны с изменениями, которые произошли в федеральном законодательстве. Теперь гражданам разрешается возводить индивидуальное жилье, заниматься реконструкцией садовых домов, не получая на это предварительного разрешения. Вводится уведомительный порядок. То есть гражданин начинает строительство, заполняет соответствующие сведения и декларацию, и там есть определенный перечень документов, которые он передает в департамент САТЭК. Также этот уведомительный порядок, его можно применить и по окончанию строительства, но здесь могут возникать определенные сложности. Но все равно законодатель устанавливает такую норму, что не позднее одного месяца со дня окончания строительства. Нужно подать эти сведения в департамент САТЭК. В целом эти нормы направлены на то, чтобы активизировать эту сферу строительства индивидуального жилья. То есть это не только на землях, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство, как это было раньше. Но и это земли для садового, дачного ведения хозяйства. То есть возведение садовых, дачных домов, на них распространяется режим прописки гражданина при соответствии с определенным требованиям этих объектов. И они также подпадают под уведомительный порядок начала строительства. Расскажите, чтобы исключить форс-мажоры на городской линии, внесены изменения в положение о транспортном обслуживании магаданцев. Поподробнее расскажите, пожалуйста. Это решение, суть его заключалась в том, что при регулировании вопроса пассажирских перевозок в федеральном законе имеется норма, которая позволяет органам местного самоуправления принимать определенные решения, которые регулируют некоторые вопросы, которые не урегулированы федеральным законом. Ну вот, в частности, например, когда происходит расторжение договора по каким-то обстоятельствам форс-мажорным, скажем так, либо по... Ну, которые не предвиделись, потому что везде конкурсные процедуры, и на период, пока будет объявлен конкурс, остается вакуум, порядка там 40-50 дней, что не должно повлечь остановки транспорта в городе. То есть вот эти вот вещи, которые мы посмотрели, приняли, они позволят, чтобы движение транспорта было бесперебойным при наступлении, скажем так, любых обстоятельств. Скажите, у бюджетных учреждений есть задолженность по уплате налоговых взносов? Это что-то серьезное или в рамках допустимого? Ну, эта проблема, она тянется очень давно-давно, и она переходящая из года в год. Задолженности они есть, но на сегодняшний день они меньше, нежели на начало действия Думы нашего созыва и вступления в полномочия действующего мэра. То есть с тем наследством, которое досталось, ну, надо сказать, что работа ведется, и эта задолженность, она уменьшается от года в году. И буквально сегодня этот вопрос мы рассматривали. Мы рассматривали представление, обзор прокуратуры, где также они высказали обеспокоенность в связи с имеющейся задолженностью. 107 миллионов она составляет на сегодняшний момент по уплате страховых взносов, по всем учреждениям подведенственной мэрии города Магадана. И те меры, которые принимаются в ближайшее время, также поступили средства из правительства, 30 миллионов, они будут уже направлены на погашение этой задолженности, то есть она будет порядка 70 миллионов. Если сказать для сравнения, то когда наша Дума на себя полномочия, скажем так, в 2015 году возложила, 6-го созыва, эта задолженность составляла порядка 300 миллионов рублей. И динамика, она очевидна, и есть все основания надеяться на то, что к завершению пятилетнего цикла эта задолженность, она будет нивелирована, и уже новый мэр, новая Дума, которая в 2020 году приступит к своим обязанностям, они получат бюджет, который не будет нести в себе вот такой вот мины замедленного действия, бремени, уплаты задолженностей, пенсионные и страховые фонды. Сергей Владимирович, Вы с депутатами на днях вызывали директора магаданского филиала Почты России. Речь шла о важном для магаданцев вопросе, о сокращении режима работы отделения почтовой связи. Удалось ли Вам услышать реальные пути решения этой проблемы? Ну, вызывали, наверное, не совсем корректно сказать, приглашали, мы никого не вызываем, этим занимаются другие органы. Мы приглашаем, потому что настроены всегда на конструктивный диалог по тем проблемам, которые возникают в той или иной сфере жизни наших горожан. И инициатива пригласить руководителя отделения Почты России, она возникла также в связи с тем, что эта проблема подымалась, в обществе, что сокращаются режимы работы почтовых отделений, режим времени работы. На что руководитель филиала нам дал исчерпывающие ответы о планах развития филиала, о заработных платах, которые планируется повысить. То есть это не от местного отделения зависит, это все происходит в центре, в Москве формируются эти вещи. Но, тем не менее, информация ушла, она подана, она рассматривается, и есть определенная надежда у руководства Почты России в Магаданской области, что зарплаты будут повышены. Но, тем не менее, они предпринимают очень много, скажем так, таких вещей, которые больше связаны с информатизацией, с электронной обработкой заказов. И вот те намерения, те проекты, которые озвучил руководитель, они направлены на то, что качество работы улучшится, очереди сократятся, будут вводиться дополнительные пункты выдачи, разведутся, будут разводиться потоки получения с почтоналоженным платежом, либо уже оплаченные заказы. Поэтому есть все основания полагать, что работа будет налаживаться, и эта тема будет постепенно нивелироваться. То есть, получается, сейчас режим сократили, потому что не хватает работников? Да, прямая связь, низкая зарплата, соответственно, люди увольняются, и на такую зарплату она где-то, как пояснил руководитель, в районе минимального размера оплаты труда. Очереди желающих нет. То есть, здесь с сокращением работников сокращается время. То есть, для того, чтобы не закрывать полностью филиал, сокращается режим его работы, чтобы все равно не было такого всплеска ажиотажа. 16 ноября вы планируете встречу с магаданцами по вопросам благоустройства. Где она пройдет и каковы цели? Ну, это будет целый ряд встреч. То есть, округ у нас большой. Мы планируем, что первая встреча состоится на базе 21-й школы. Она состоится уже в ближайшую пятницу, в 18.30. Поэтому, жители близлежащих домов, если есть вопросы, которые нужно обсудить, подходите, обсудим. Вторая встреча в клубе по месту жительства, в клубе «Исток». Потому что мы там были на днях, и родители детей, у них было достаточно много вопросов. Мы приняли решение, что лучше встретиться в более формате таком и предметно уже поговорить по вопросам. Потому что мы заезжали с одной темой и поняли, что есть предмет для обсуждения, есть предмет для разговора. Также планируем провести встречу на базе 13-й гимназии. Жители ближайших домов, это улица Востерцова, транспортная, могут подойти также и поговорить на тему, которая их волнует. Это вопросы и благоустройства, и всякие различные связанные с жизнедеятельностью нашего города. А вот что касается клуба «Исток», вы помогаете им, мы снимаем периодические материалы про это. Вот о чем они вас просят, как им можно помочь? На самом деле все зависит от инициативности того человека, который занимается с детьми, с кем дети олицетворяют тот или иной клуб по месту жительства. Если человек настроен на внедрение новых проектов каких-то, чтобы детей увлечь, завлечь, разносторонне их развивать, то понятно, что у него будут возникать и вопросы по совершенствованию этой работы, по наполнению ее какими-то средствами. Ну, это и настольные игры различные, это многоплановая поддержка. То есть я вот сейчас сразу даже все и не могу вспомнить. Видеокамеры мы помогли установить. Да, но это вопрос безопасности. Мало ли что может случиться, чтобы всегда можно было посмотреть в записи, кто виновник какого-то инцидента или хронологии того или иного события. Вот сейчас мы встречались, озвучена была такая инициатива хорошая, то есть она даже инициатива, педагог, который там занимается с детьми, они уже ее практикуют, это с детьми они выезжают на лыжные прогулки, на снежную долину. И возникает вопрос по оплате инвентаря, он берется там в аренду, в прокат. И вопрос по транспортной доставке, то есть все-таки с детьми сложно собрать, прийти на автовокзал, сесть на пятый маршрут, то есть это тоже целая такая эпопея. Мы здесь тоже в том числе в решении этого вопроса тоже постараемся помочь, ну как это будет весенний период, март-апрель, то есть мы этот проект постараемся его сделать более массовым в рамках этого клуба по месту жительства и помочь им в реализации вот этих вот идей привлечения детей к спорту, чтобы они выезжали, занимались на снежной долине, катались. Заключительное заседание Магаданской городской думы планируется на 24 декабря. Депутатам предстоит рассматривать бюджет Магадана на 2019 год. С какими цифрами придется работать и есть ли приоритеты при распределении бюджетных средств? Ну пока еще предварительные цифры нам не поступали в профильную комиссию. Мы их ждем в ближайшее время. Надеемся, что бюджет будет в цифрах не ниже цифр прошлого года, потому что произошли определенные инфляционные вещи и то есть он по определению меньше не должен быть. Иначе какие-то обязательства будут сжаты, либо не доделаны, либо не выполнены. Ну а в целом, когда увидим цифры, будем встречаться с главными распорядителями бюджетных средств, по вопросам финансирования их подведомственных организаций, по, опять же, выслушать их, какие опасения или предложения с их стороны будут по выполнению тех функций, которые на них возложены. Достаточно ли средства будут для того, чтобы они их исполнили. И уже исходя из этого диалога, у депутатов наверняка будут вопросы по эффективности расходования тех или иных направлений бюджетных средств. На эти вопросы все предстоит получить ответы, проанализировать, и тогда уже будет принято решение о принятии и непринятии бюджета, о корректировке бюджета. Ну вот, все это в ходе будет работа выясняться. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за беседу. Напомню, это была программа «Разговор по существу». Мы беседовали с председателем Магаданской городской думы Сергеем Сверновым. Сергей Владимирович, до свидания. Спасибо.